привет сегодня мы будем говорить про первое купание о эта тема очень пугает молодых родителей им очень страшно искупать ребенка впервые в первый раз самостоятельно без чьей-либо помощи потому что им кажется что это ну прям очень и очень сложное дело но мы вам сегодня поможем и расскажем что вам понадобится для того чтобы осуществить первое купание ребенка для начала вам нужно знать правило самое главное правило это мы никогда ни на секунду не оставляем ребенка при купании одного на самом деле если мы будем смотреть правила безопасности которая нам диктует всемирная организация здравоохранения то они говорят о том что ребенка нельзя оставлять одного в ванне аж до достижения им 6 7 летнего возраста но если мы говорим о нашем новорожденном ребенке то мы не просто не оставляем его одного но и не отводим от него взгляда все то время что мы купаем ребенка поэтому пожалуйста подготовьте заранее все то что вам может пригодиться для купания малыша температура воды в ванночке в которой вы будете купать малыша должна быть примерно от 34 до 37 градусов на самом деле дети все разные кто-то любит купаться в более прохладной воде кто-то любит когда погорячее поэтому ну путем проб и ошибок вы сможете определить какой же какая же температура воды в ванночке подходит именно вашему ребенку следующее правило это купаем ли мы ребенка пока не зажила пупочная ранка здесь вам нужно посоветоваться с вашим врачом-педиатром сейчас есть разные ведения пуповинного остатка как это называют врачи-педиатры кто-то говорит что да мы можем купаться сразу кто-то за сухое ведение пуповинного остатка и говорят что купать пока не стоит а стоит его просто протирать поэтому здесь вы будете решать вместе с вашим врачом-педиатром в любом случае если вы хотите купать можно для этого не нужно кипятить воду только если вы не живете где-то в условиях деревни и не берете в воду воду из речки то обычно в городе воду кипятить не нужно точно так же как и не нужно добавлять воду при купании ребенка марганцовку или отвары трав мы никогда не доливаем горячую воду в ванночку где купается малыш если вода стала холодной вы можете просто закончить купание и на этом все либо если вы все-таки хотите продолжать купание то вам надо вытащить ребенка из ванночки из воды долить горячую воду тщательно размешать чтобы не осталось горячих пятен и потом положить ребенка и продолжить купание для того чтобы измерять температуру воды вам может пригодиться специальный электронный термометр чем удобны эти термометры тем что мы можем погрузить его в воду он будет плавать в воде все то время что вы купаете ребенка и показывать вам температуру воды причем индикатор будет не только цифровой но и цветовой то есть по цвету вы сможете определить например что вода уже становится более прохладной и надо заканчивать купание а если вы не совсем доверяете электронным термометром то конечно привычный способ проверить на локоток тоже здесь сгодится кстати есть ванночки у которых уже есть встроенный термометр например ванночка стоки у которой заглушка на сливное отверстие уже состоит из термометра вернее там есть термоиндикатор то есть по цвету этой заглушки вы сможете определить какая температура либо есть вот такая ванночка здесь тоже есть встроенный термометр и вы сможете определить какая температура воды сейчас в вашей ванночке и переходим собственно к первому купанию что нам понадобится для того чтобы искупать ребенка допустим у вас есть ванночка где вы собираетесь купать малыша и вы даже налили туда в воду нужной температуры следующее что она может пригодиться это специальные средства которые мы добавляем воду я уже сказала что отвар и трав и марганцовку добавлять туда не стоит но есть специальные средства прямо с первых же дней жизни малыша которые смягчают кожу ребенка и увлажняют ее потому что наша самая главная задача это сохранять увлажненность кожи и кожных покровов ребенка для этого мы можем использовать замечательные средства например такие как вот такая пудра а я очень люблю показывать эту пудру в эфире потому что она невероятно выглядит а еще я очень люблю с ней баловаться вот таким образом показывать ее совсем немножко этой пудры вам нужно растворить ванночку с водой тщательно размешать даже если вы увидите что маленькие хлопья плавают в воде это даже полезно потому что они как раз и увлажняют кожу вашего ребенка есть подобное же средство у бренда топфер только жидкая и точно также вы можете растворить немного этого жидкого средства в воде для купания малыша у бренда мамике есть замечательное масло для купания это масло замечательно тем что совсем совсем чуть-чуть этого масла нужно растворить в ванночке с водой где будете купать ребенка и это масло обволакивает кожу малыша и тут же моментально его увлажняет то есть вы не будете чувствовать неприятного липкого скользкого ощущения от этого масла она тут же тут же становится смягчает кожу ребенка и переходим к мытью головы вот мытье головы как раз это то что тоже пугает родителей им кажется это невероятно сложным и чем-то просто пугающим когда им предстоит купать ребенка и мыть ему голову для мытья головы вам понадобится специальный шампунь который подходит для детей с рождения можно использовать обалденную пенку от бренда мустела это даже не шампунь это пенка совсем чуть-чуть этой пенки вам нужно распределить по волосистой части головы ребенка чуть-чуть пока вы моете все тельце подержать и потом смыть эта пенка с хороша тем что она помогает смягчает и убирает роговевшие частички на коже головы те самые которые мы называем молочной корочкой молочную корочку сдирать очищать отковыривать не стоит но использовать этот шампунь и например мягкую щетку после купания можно кроме того можно использовать как клинически тестированные так и органические шампуни для купания ребенка обращайте внимание чтобы на них было написано с рождения или с первых дней или ноль плюс это будет означать что их можно использовать для детей с самого-самого начала в течение дня нам нужно будет подмывать малыша если купаем и ребенка раз в день например вечером причем 6 дней в неделю мы купаем ребенка просто в чистой воде можно с использованием средств но без мыла и без шампуня и раз в неделю мы купаем ребенка как говорят врачи сами смеются мы устраиваем ему банный день когда мы уже используем мыло шампунь и хорошо мылим ребенка то в течение дня вам нужно будет подмывать малыша если ребенок просто совершил мочеиспускание то достаточно будет его подмыть просто чистой водой или использовать салфетки если ребенок у нас конечно покакал то здесь стоит будет стоит его подмыть более тщательно и использовать какое-нибудь мыльное средство что для этого можно использовать например мягкую пенку мусс для того чтобы быстро подмыть малыша если вы ночью меняете подгузник то не обязательно без же бежать в ванну будить светом себя и ребенка а можно использовать замечательные салфетки для того чтобы ночью быстро протереть ребенка поменять подгузник и лечь спать всем дальше и для того чтобы смазать зону подгузника если у вас есть подозрение что может появиться какое-то раздражение на попе можно использовать средства под крем под подгузник который содержит в себе цинк но не содержит воду для подмывания девочек можно использовать специальные средства это конечно не обязательно специальные средства обладают нужным уровнем ph и более нежно и бережно относятся к слизистой поэтому есть специальные средства и вы можете их ими пользоваться для умывания личика если например утром вы совершаете гигиену и гигиенические водные процедуры ребенка просто протираете его то можно использовать для этого те же самые салфетки которые на 99 и 9 процентов состоят из воды и ими просто как водой мы протираем личика можем умывать специальной пенкой для лица или можем использовать просто обычную воду для ухода после купания за телом малыша мы можем использовать тоже небольшое количество средств то есть как вы уже понимаете ничего такого что потребует от вас больших вложений конечно вам не потребуется и так для того чтобы ухаживать за кожей нам нужно будет обрабатывать все все складочки на теле ребенка что это будут за складочки чем мы их вы обрабатываем это будут специальные масла которые можно использовать тоже с первых же дней жизни эти масла хорошо хороши тем что нам потребуется совсем небольшое количество например вот масло гасарис он идет прямо специально с пипеточкой чтобы вы не тратили очень много хорошо если вы подышите на это масло чтобы она нагрелась и было комнатной вашей температуры вашего тела и ребенок не испугался от того что она холодная и аккуратненько любящими нежными движениями мы промазываем этими масляными руками все складочки на теле малыша точно также для увлажнения кожи можно использовать специальные средства например лосьоны или молочко что важно не выбирайте пожалуйста очень в средства очень тяжелой текстуры особенно в летний период хорошо если вы будете выбирать какие-то легкие прям как эмульсия как нежные мягкие лосьончики для того чтобы достать ребенка после купания из воды вам понадобится полотенце для этого нужно использовать полотенце с хорошей степени впитываемости если вы выбираете махровое полотенце конечно хорошо если оно будет с капюшончиком у нас есть вот такие веселые полотенца с разными зверятами здесь есть не только кто это наверно кролик не только кролик но и куча других зверят поэтому если вы ласково называете своего малыша котенок медвежонок жирафенок то можете найти именно такие полотенца либо полотенца бренда quimsy у которого капюшончик сделан из само полотенце сделаны из махры а капюшончик сделан из муслина для того чтобы лучше впитывать с кожи головы и муслин как мы знаем обладает хорошей степени терморегуляции то есть ребенку даже если у него влажная голова голова не замерзнет голове малыша не будет холодно стираем мы махровое полотенце специальным жидким средством почему мы настаиваем на жидком средстве потому что порошок может застрять между вот этими ворсинками не выполоскаться и вы потом этими в россии этим порошком будете вытирать малыша что не очень хорошо жидкие средства конечно выполаскиваться намного намного лучше для лица можно использовать специальные муслиновые вот такие салфеточки хорошо что в комплекте эти муслиновые салфеточки идут по несколько штук то есть вы можете использовать и сразу бросить ее в стирку постирать они быстро сохнут поэтому не ну такое небольшое количество этих салфеток вам пригодится на большое количество дней и конечно муслиновые пеленки мы их тоже можем использовать для того чтобы вытирать ребенка после купания наверняка вы уже знаете как сильно мы любим муслиновые пеленки мы их про них рассказываем практически на каждом нашем занятии и в качестве помощи при купании они конечно тоже помогут если мы хотим их использовать в качестве полотенца то очень удобно повесить их на полотенце сушитель для того чтобы на пеленка стала теплой и в теплую пеленку принять ребенка из воды муслин высоко в высоко гидрофильный то есть он моментально впитывает влагу с тела малыша и как я уже говорила ребенку который укутан в такую пеленку даже если она намокнет не будет холодно вы будете уверены что можно спокойно вынести из ванны и принести в спальню и он не замерзнет кроме того за муслином конечно очень легко ухаживать вы всегда после использования опять же можете положить стирку постирать он моментально сохнет и чистая пеленка у вас опять готова к использованию что тоже приятно то есть небольшое количество таких пеленок вам понадобится в уходе за малышом кроме того удобно использовать пеленку в качестве помощи вам в купании вы можете обернуть запеленать ребенка в пеленку и положить его в этой пеленке прямо в горку или в адаптер и когда ребенок уже привыкнет к воде и адаптируется спокойно его потом распеленать и начать купать именно поэтому для первых купаний удобно использовать даже не ванночку небольшую ванну а именно такой вот адаптер для купания чтобы вам было привычно и не было очень страшно купать малыша в первые несколько дней сюда мы можем положить ребенка либо сразу на вот эту поверхность либо подстелив уже пеленку как я сказала мы можем поливать его например водичкой если мы закроем затычку то вода будет собираться здесь снизу если мы ее откроем и подставим этот адаптер на край например перед раковиной или поставим туда как или поставим сюда ведро то вода будет стекать у нас туда куда мы захотим вот таким образом мы можем спокойно купать малыша либо мы можем использовать и такой адаптер и такой если установим их прямо на дно обычной стационарной ванны и единственный минус вам конечно придется наклоняться туда вниз ко дну ванны но это тоже может быть удобно для того чтобы вы не боялись в первое время купать малыша и не уронить его случайно я вам как раз уже показала что можно поливать ребенка таким образом поэтому выбирайте кувшинчик с мягким носиком для того чтобы вы случайно не задели кожу малыша пока она еще очень нежная чувствительная и тонкая либо чудесный выход у бренда стоке есть набор вот таких стаканчиков вообще конечно они вам пригодятся чуть попозже когда ребенок начнет играть здесь можно замечательно изучать разные размеры объемы выливать воду поливать малыша и ребенок самостоятельно может со всем этим играть а на первое время мы можем использовать например вот такой вот стаканчик для того чтобы тоже поливать ребенка небольшой объем воды который сюда поместится не испугает ребенка если вы будете потихонечку потихонечку приливать малыша привык приучая его к водичке ну и последнее что вам может пригодиться это например варежка конечно ребенок у нас чистый он не пачкается пока он у нас совсем младенец поэтому прям совсем тщательно отмывать и намыливать нам не понадобится но использовать варежку для того чтобы делать массаж к животе когда у ребенка колики для того чтобы промыть все складочки где может скапливаться пыль или грязь вам понадобится маленькая варежка вот эта варежка пиджин удобно тем что смотрите здесь как раз вот такие вот есть специальные специальные отверстия для пальцев я забыла как это называется этими вот этими пальцами вы как раз можете залезть во все складочки которые есть у малыша даже самые самые маленькие между пальчиками смотрите вот такое небольшое количество вещей вам понадобится для того чтобы купать ребенка в первый раз и я надеюсь что вы все с этим справитесь очень легко потому что ничего сложного здесь нет и я хочу вас обрадовать все эти товары которые я вам показывала и которые вы видели на слайде на слайдах есть и можно они есть их можно приобрести в нашем интернет-магазине по адресу alan-shop.ru либо купить их в розничных магазинах адреса которых вы найдете на том же самом сайте ну и смотрите все наши выпуски на нашем канале на ютюбе который так и называется alan вот точно так же как здесь сзади меня он написан но точно также вы можете найти его на нашем youtube канале а там очень-очень много интересного так что смотрите а